Высоко квалифицированных кадров не хватает. Наши специалисты массово покидают страну из-за низких зарплат. Трудности, с которыми сталкиваются украинцы, народный депутат Евгений Червоненко обсудил сегодня на встрече с рабочими Южной электротехнической компании. Какие решения предлагает кандидат в нардепы, смотрите в следующем сюжете. Предприятия все действительно у нас на коленях стоят, а некоторые вообще даже закрыты. Учреждений, которые действительно воспитывают себя закорей, слесарей, извините, даже не сварщиков, у нас практически их не осталось. Высококвалифицированных кадров на заводах не хватает. Одна из основных причин – это выезд украинских специалистов за границу. О необходимости решения этой давней проблемы рабочей одного из лучших производств в этой сфере Южной электротехнической компании рассказали кандидату в народные депутаты Евгению Червоненко. Политик говорит, необходимо дать возможность молодежи получать специальное образование и поднимать зарплату до уровня ЕС. На заводе эту идею охотно поддерживают. Речь мне понравилась идея о том, что надо развивать ровтехобразование, готовить молодые кадры. Мы это, так сказать, я назову не старое, а старшее поколение. В общем, мы, безусловно, будем передавать опыт. Но кому? Где эти кадры? И политика на возрождение вот этой структуры, которая будет готовить молодых специалистов, скажем, первого класса, если всего их там пять или шесть, мне импонирует. Мои дети на данный момент ездят по славному городу Героя Одессы и видят некоторые вещи, которые действительно творил папа руками. У них есть гордость. Гордость за то, что они, что мой родитель это сделал. У Червоненко то, что мне понравилось, то, что он действительно говорит про то, что у меня, я хочу добиться той гордости, действительно, в том возрасте, что, чтобы знали, судили его, именно действительно по его замечательным делам, которые действительно он запланировал. Рассказал Евгений Червоненко и о себе, и своих планах в политике. А также обсудил с работниками завода их работу. Восстановление Донбасса, переход на ветряки, переход на новейшие технологии, где нужно стабильное напряжение, особенно IT-технологии, огромные сервера, дата-центры. У вас огромная перспектива. Наверное, не хватает оборотки. Кандидат в народные депутаты говорит, самое главное для него – работать для Украины. Все, чтобы не предать собственный кодекс, по которому работает уже третий десяток лет. Моя функция, чтобы мои 27 лет на высших государственных должностях с очень большими погонами не было ошибкой.